Ну чё, хойщики, уже успели расстроиться от того, что видоса 3 не было про хойку, а только 2. Ну что ж, я вернулся и сегодня с новой идеей, потому что я понабрался опыта. Последнее предложение не означает, что я стал профессионалом этой игры, потому что, ну, я ещё двух дней не наиграл, то есть 48 часов. Я думаю, теперь можно так использовать фразу. А ещё самое весёлое. Мы загружаем определённый формат и также устраиваем хаос. Ну, знаете, так будет веселее, ещё мой комп взорвётся примерно в 45-м году. По названию видоса вы уже поняли, что мы будем делать Великую Турцию, захватывая все пророссийские и балканские территории. А, ну, в принципе, развивать во всех направлениях. Естественно, в будущем мне дадут полюлям, но прямо сейчас это не важно. Прямо сейчас наша цель – завоевать все ближайшие территории рядом с Ираком. А, и да, важно. Я никогда не играл на Турции, поэтому и не понял, почему там кто-то возникает, чё мне куда нажимать, поэтому да, я буду допускать кучу ошибок. Но, не важно. В этот раз я базовые подготовки пропустил, чтобы перейти сразу к самому весёлому. К примеру, к намечению будущих территорий и назначению мега-великой армии. Ставлю территории рядом с Турцией и, собственно, не понимаю кое-чего. Типа, дивизии у меня есть, всё есть, но откуда-то дефициты. Наверное, безоружная нация. Да, короче, ладно, Турция очень слабая, поначалу её надо развить. А ещё, чё это за восстание? Типа, что? Я не понял, что произойдёт, если я допущу ошибку, но ладно. Погнали за её. Думаю, самое время, раз уж у нас там какие-то перевороты происходят. Весь мир выглядит очень красиво, всё раздроблено, всё кайфово. А это означает то, что, да, будет весело. Пошли по вот этому направлению, потому что национализм. Ну, на самом деле, просто очень удобный и прикольчик. Неудача. Не знаю, что бы произошло, если бы случилась удача, но я думаю, мне повезло. Далее смотрю, изучаю, оказывается, я могу тут подавлять мятежников каких-то, в общем-то, разбираюсь в делах. А, ну и да, естественно, мечу на Армению. Просто потому, что мне это очень нужно. Далее нанимаю важного дядька, чтобы было позитивно, потому что капитан индустрии, ну, знаете, качает индустрию. Далее берём какой-то таинственный цех агентов, чтобы... Что делают агенты, не знаю. Ну, от двух агентов что-то полезное можно сделать, но я так и ни разу ими не пранипулировал, чтобы произошёл какой-нибудь рофлс. Далее замечаю, что я могу пытаться отражать эти все восстания, которые только оттягивают события. Ну и нафига мне тогда на эту политку тратить? Странно. Зато агентство готово. Ой, осталось всего пару дней, и мы сможем войти в Армению, а ещё у них что, нет дивизий? Я полагаю, да, потому что... Но на территориях я их не видел, а это означает, что безоружная нация Армения будет взята под крыло Турции. В общем-то, цели войны оправданы, а значит и мы нападаем. Очень тяжёлая битва задаётся, как вы видите, Армения сопротивляется, а я с трудом вгрызаюсь в территорию, захватываю столицу этого безоружного государства и, в общем-то, жду, пока оно капитулирует. Ладно, если без рофлов, я так понимаю, все государства, которые отвалились от совка, будут такими. Поэтому, да, изи мани, изи дело. Отлично, прямо сейчас государство капнет. Ну, в общем-то, забираем себе территории, нам потребуются их ресурсы, люди, технологии, хотя какие технологии в Армении, ладно, мы забрали кефир. Но с кефиром дело пойдёт намного лучше, особенно учитывая, что это не кефир, а айран, а вообще я не шарю, где находится местоположение айрана и где его добывают, но, оба, ещё одно неудачное... что это? Не суть, мы, походу, сегодня на волне. Ну, одного места добычи айрана нам мало, поэтому мы отправляемся в Азербайджан. Я надеюсь, там будет ещё больше такого прикола, и ещё меня не расстреляют при следующей шутке про подобное. Ладно, не суть, мы, кстати, оказывается под защитой Румынии. Знали? А, ой, что это тут происходит? Я почему об этом не знал? Восстание какие-то, организованное сопротивление... Знаете, ребята, держите. Я надеюсь, вы там не бунтанёте от того, что я нажму эту кнопку. Хотя, знаете, да пофиг, честно, живём один раз. Так, давай нажимай уже её, иначе ты меня подводишь. Протан, пожалуйста, давай, нажми, давай, ну, по-братски, хватит уже томить. Моя фраза окажется неоправданной, если ты не нажмёшь, спасибо. А да, кстати, о последствиях нажатия данной кнопки. Ну, в общем-то, победа, мы вроде бы удержали территорию, и нормально. Видимо, на Турции мне везёт. Надеюсь, в следующем эпизоде не произойдёт ничего непредвиденного. А, кстати, у нас тут ребята умирают. Надо бы реорганизовать железные дорожки. Знаете, я могу сделать это, да. Я, пожалуй, могу усовершенствовать все эти штуки. Оба. Ещё одно восстание тоже растёт. Ну, здесь я уже не буду рисковать. Я лучше, знаете, применю довольно интересную технику. Ээээ, ну, как бы, военный губернатор. Да, довольно жестокий приколист, который нам очень неплохо поможет. Военное положение. Губернатор лох. Почему-то ребята не хотят по-хорошему, а значит, подчинение нафиг нам нужно подавить их. Поэтому будем дувить, душить и казнить. Так, ну ладно, с этими мы пока забили. Восстания понижаются. Мы их подавляем. Ещё я, вроде, туда агента отправил. А мы продолжаем развивать сферы влияния и оправдываем цель войны на Грузию. При том, что мы ещё не завоевали Азербайджан. Не проблема, зато вот снабжение уже неплохое. А, ребята, да. Знаете, ещё побольше, пожалуй. Ну, просто так, чтобы ребята там пожили, посуществовали. Ну, так, для здоровья их, для профилактики. Ещё нанимаем дальше мега какого-то там Махмета. Пофиг, я не успел прочитать. Надеюсь, стабильности будет много. Да, очень стабильная нация с четырьмя процентами, которая воюет с Азербайджаном. Ничего, а война будет недолгой. И, я надеюсь, не кровопролитной. Итак, премия за самую неуместную интеграцию шутки была мне присвоена. Зато вот Азербайджан капнул. Видимо, от кринжа. Ну, ладно, нам же лучше. Теперь у нас ещё и территория Азербайджана. В общем-то, неплохо. Дальше немножко осталось. Мы уже оправдываем цель войны на следующее государство. Узнаем то, что Азербайджан не любит железные дороги. И реорганизовываем их. Как хорошо, что у Турции есть поезда, иначе бы я тут сдох нафиг. Чекайте, какие у меня фабрики молодцы. Прямо в процессе того, как я всё это строю, постепенно оно так же и будет синеть. Удивительно, не правда ли? А ещё нам бы узел снабжения по-хорошему бахнуть на перевилке. Да, отлично, просто прекрасно. Я считаю это успехом. Всё синеет, железные дороги крутые. Я не знаю, почему я так на них повернут. Ресурсов мало, а вот восстания, да, подавляются. Удивительно, круто. Азербайджан, лови гарнизончик. Тем временем ветка уже развита нифига себе. Я изучил примерно всё, что можно. Зачем? Ну, потому что Великая Турция, знаете. Ни одного в армию, зато вот в политику дофига. Оба. Чё это такое? Какие-то тут острова. Они чё, моими, типа, будут? И чё? А зачем мне острова? Какие-то хромы, какие-то добычи ресурсов, территории, предложения. А может быть, мирного хватит? Ну ладно, там чё-то Италия фигурирует. Италия вроде прикольная, на сапог похожа. Поэтому давайте согласимся. Так, чё-то слишком много дипломатии на квадратный метр. Поэтому нам нужно... О, кстати, неудача. Ну ладно, нам нужно продолжать завоёвывать. К примеру, вот вам ещё одно государство, которое мы захватим. Зря ты столицу сюда поставил, а хотя бы я и так вошёл. Музыку добавить смешную надо? Я думаю, вы сами её придумаете. Потому что в этот раз это самое эффективное, быстрое присвоение территории, которое только можно. Э, а где? А где окошко необходимое, типа, для прикола? Ладно, пофиг нам ещё дальше идти. Поэтому давайте-ка это пока оставим в покое. И отправимся великим походом. Куда? Да, вон синее государство, самое большое, думаю, сойдёт. В общем-то, неважно. Если так тоже сойдёт, то почему бы... А. Спасибо. Ладно, я всё равно заберу все территории, потому что Грузия, ну как бы, Грузия моя. Вы это, ребята, на неё не претендуйте, пожалуйста. Всё, круто. Теперь у Турции мега куча территорий. А значит, мы можем за 80 дней оправдать... А, ой, за 60 дней оправдать на Дагестан цель войны. А потом объявить войну, а потом захватить Дагестан. Ребята, это мегаэффективный метод по получению российских территорий. Ну, совковских, но... Кому какое дело, ребята? Все эти территории всё равно бы там попереваривали друг с другом, а так они хотя бы под общим крылом будут у Турции. Знаете, позитивная новость. Блин, погамать бы на одном из государств, который отвалится от совка, но я думаю, там всё очень плохо и грустно. А, это очень весёлый захват государств. Ну, в общем-то, ладно. Грузия капитулирует. Очень успешно, очень удачно. Кстати, это не Грузия, Дагестан, я вас обманул. Кстати, вы заметили? 30 секунд до конца видоса осталось. Подпишитесь, лайк поставьте, вряд ли вы досмотрели досюда просто из ненависти ко мне. Потому что Великая Турецкая... Стоп, когда мы империи стали? Ну ладно, неважно. В общем-то, Великая Турецкая империя заканчивает свой шествие на этот эпизод и сохраняется как Гретфул Туркий. Сейчас, подождите, я очень плохо в написании английского текста или просто забыл буквы? Сейчас я вот их вспомню и поговорим. Сколько у меня часов? Ну что ж, на здоровье, смотрите. Пока!